Эти майские дни проходят под знаком Великой Победы. 72 года назад закончилась самая кровопролитная жестокая война 20 века. В нашей стране Победа обошлась очень дорого. Единственное, чем мы можем оплатить людям, сохранившим наше право на жизнь, вечной памятью и благодарностью. Именно поэтому 9 мая был и остается самым главным праздником в нашем календаре. Праздником, в котором поровну радости и скорби. В столице Чуваший день Победы начался с возложения цветов к вечному огню. Вечный огонь – негасимый символ нашей памяти и скорби о тех, кто погиб, умер, пропал без вести на той войне. В Великой Отечественной наша страна потеряла, по разным данным, от 26 до 30 миллионов людей. В числе жертв – около 14 миллионов человек в мирное население. Из них преднамеренно было истреблено оккупантами 7,5 миллионов, 2 миллиона погибли на работах в Германии, а 4 умерли от голода в оккупации. Более 2,5 миллионов человек до сих пор числятся пропавшими без вести. Если по каждому из погибших в Великой Отечественной войне советских граждан объявить минуту молчания, нам придется жить в тишине минимум 50 лет. Ложиться к вечному огню гирлянды и цветы героям от благодарных потомков. Мы не просто помним, мы стараемся передать чувство гордости нашим детям и внукам. Мы уже с 4 лет, мы каждый год сюда ходим, цветы вложим, потом идем на парад смотреть. Каждый год. С малых лет я вожу его сюда. Сводный полк Чебоксарского гарнизона, как всегда, прошел маршем по площади. 20 парадных расчетов и 60 единиц техники. Каждый год организаторы парада стараются показать жителям раритетные боевые машины. В этом году впервые по Красной площади проехали две зенитные установки. Как всегда, не обошлось и без представлений, участниками которых стали воинские специальные подразделения. Казаки, парашютисты и даже мотоклуб «Ночные волки». Но самые главные герои нашего парада победы – ветераны войны и тыла. Такие, как Агриппина Алексеевна Янович. В военное время она была медсестрой. В 6-й, в 8-й, в 9-й, в сторону взяли Жениксберг. 72-летие победы в Великой Отечественной войне присутствуют. Член Совета Федерации и Депутаты Государственной Думы федерального собрания Российской Федерации. Безлау, Портовый город. В 9-й мае объявлено Днем Победы. Мы очень рады, это самый светлый день. Шествие Бессмертного полка – это тот случай, когда очень сложно выбрать для репортажа нескольких героев. Хочется рассказать абсолютно про всех, кто смотрит сейчас на нас с этих фотографий. Кто отдал жизнь за Родину, кто вернулся с войны, но не дожил до 72-й годовщины Победы. Это, конечно, невозможно. Несмотря на погоду, в акции в Чебоксарах участвовали десятки тысяч людей. И за каждым портретом своя уникальная история. Я сегодня пришла на парад с мамой и папой. Мама воевала в особых войсках Минсанчасти. Папа воевал до 46-го года с Японией. Мы их любим, помним. У них 10 детей родилось. Это мой дедушка. Дедушка со стороны отца. Он погиб в 42-м году на Украине. И похоронен в городе Белая Церковь. Я его не видела ни разу, никогда. Я родилась после войны. Поэтому дедушка только на портрете у меня остался. Военный летчик Александр Виноградов несет портрет своего родственника. Он пропал в первые дни войны при обороне Брестской крепости. Память о нем, а еще имя, повлияли на выбор профессии. Родину защищать. Пример очень выразительный, очень явный для меня. И кому, как не мне, тем более имя Александр, защитник людей. Вставать на защиту нашего народа. В этом году колонна бессмертного полка прошла по Чебоксарам уже в пятый раз. После первой акции в Томске в 2012 году наш город одним из первых присоединился к проекту. Во время шествия казалось, что поток бессмертного полка бесконечен. Впрочем, как и наша благодарность ветеранам.